Чтобы была комплексная подача информации, мы расскажем о новой капельной ленте, которая поступила у нас в Украину в этом году. Эта лента называется Ampo3 от французской компании Laspinazer Regation и коротко немножко нашей линейной удобрения. Я предлагаю начать, значит, рекламент у нас будет следующим образом, я коротко расскажу о нашей компании, буквально 5-10 минут, потом будет выступать компания Asakata, будет рассказывать о ассортименте томатов и перцев для открытого грунта, о технологии выращивания, какие-то преимущества, выгоды выращивания их гибридов, потом у нас будет, ну, в течение часа, как бы, будет семинар, потом будет кофе-пауза, можно будет немножко перекусить, если кому-то нужна водичка, вы, пожалуйста, можете сейчас подходить на задний столик и уже есть. То есть будет у нас два перерыва между такими, там, по 40, по 50 минут, как бы, такой семинар. После всего семинара мы вас приглашаем уже для обсуждения за дружным столом. Ну что ж, я буду начинать, люди будут подтягиваться, будут рассаживаться. Значит, коротко о нашей компании. Агриматка. Как расшифровывать? То есть это сокращенная аббревиатура с трех слов Agricultural Material Company, то есть компания сельскохозяйственных материалов. Агриматка это, как бы, частный бизнес, он был основан на Ближнем Востоке с 1936 года. То есть на сегодняшний момент компания уже исполняется, в этом году мы празднуем 80-летний юбилей. Всего компания разведлена сейчас, на сегодняшний момент, находится в 54 странах мира. Из них агриматка Украины существует с 2000 года. Соответственно, за 80 лет работы на мировом рынке, это уже очень много розничных магазинов, много персонала по всем странам. Есть свои опытные станции, включая теплицы, а также есть четыре собственных завода по производству минеральных удобрений. Еще хотел сказать, что частный бизнес, почему? Потому что бизнес начался с 1936 года с Палестины. Это основатель компании Халиль Микдади. Он прошел обучение во Франции и приехал в свою страну, чтобы передавать опыт и знания фермерам. С этого момента и началась миссия компании. То есть мы не только продаем сельскохозяйственные материалы, но и сразу обеспечиваем сервис. То есть сервис в виде сельскохозяйственной техники, но и сервис в виде консультаций. На этой карте вы видите, в скольких странах агриматка представлена в мире. То есть вы видите, это получается север Африки, Аравийский полуостров, часть Европы, Восточная Европа, плюс страны Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан. Следующий слайд. Если поротко про компанию Агриматка именно Украина. Основан на год основания в 2000 году. То есть мы уже 16 лет на рынке Украины. У нас сейчас на карте обозначены значки в виде глобуса агриматка. Мы сейчас имеем офисы, в том числе и таможенные, таможенные, лицензионные склады, где мы растамаживаем продукцию в 7 областях Украины. Менеджеры работают также, всего мы охватываем 21 регион. То есть менеджеры работают частично в офисах, частично без офиса. Вы видите, у нас 4 таможенные, поскольку мы являемся прямым импортером продукции, у нас есть свои таможенные, лицензионные склады, которые расположены в городе Ровно, в Киеве, в Черкассах и в Умане. В Умане у нас наибольший склад, наибольшая логистика. Там хранятся все материалы по капельному орошению, по удобрениям, по пестицидам. Там наибольшее помещение сосредоточено. А также большой склад сельхозтехники и ремонтная база. Главное направление деятельности нашей компании – это обеспечение сельхозпроизводителя всем необходимым инструментом и материалом. Все от выращивания до сбора урожая, до обработки сельхозтехники. Соответственно, как я уже сказал, одной из миссий компании является не только продажа, но и консультация. Поэтому все наши менеджеры, которые работают, они в обязательном порядке имеют агрономическое образование и вместе с продажей они обязаны обеспечивать необходимые консультации, инновационные технологии, любые знания, которые они получают у нас, получают за рубежом, потому что нередко у нас есть, наши менеджеры ездят компаниям-поставщикам, которые предлагают какие-то инновационные решения в выращивании сельхозпродукции. Ну и также, как я сказал, кроме консультации у нас обязательно, в обязательном порядке это сервис сельскохозяйственной техники, который мы реализуем на Украине. Следующий слайд, прошу. Направление деятельности. Поскольку мы сказали, что мы стараемся конфликтно подойти к товаропроизводителю, поэтому мы стараемся обеспечить всем от семян до крупногабаритной сельхозтехники. У нас есть семь направлений в компании. Это сельскохозяйственная техника, средства защиты растений, семена полевых, семена овощных культур, минеральные удобрения, минеральные удобрения для капельного вращения и для внекорневой подпорки, то есть водорастворимым удобрением мы занимаемся, системы капельного вращения и ветеринарные препараты. У нас также есть отдельный отдел. Также в отделе семена овощных культур есть еще отдельное подразделение, которое занимается, это подразделение хобби упаковки, то есть поскольку мы знаем, что практически 90% рынка Украины сосредоточено в выращивании овощей, овощного сегмента сосредоточено в хозяйствах населения, поэтому мы 3 года назад открыли свое собственное производство по хобби упаковки. Соответственно, как любая другая компания, так и мы в том числе, для нас очень важно иметь хорошее отношение с потребителем, поэтому мы для потребителя разделяем несколько таких структурных функций, это снабжение технологией, соответственно, снабжение товаром, логистика, потому что очень важно, ну и финансы в Украине тоже очень важны. Что касается технологий, в принципе, мы стараемся, поскольку агриматка работает во многих странах мира, мы стараемся как бы советоваться с нашими коллегами в других странах, что они употребляют, какие продукты, какие технологии, поэтому стараемся снабжать наших первой ровной Украины тоже инновационными технологиями, современная агротехника, которая проходит, показательное выступление во многих странах, технология переработки и хранения, также мы часто ездим на какие-то заводы-переработчики, на любые какие-то структуры, которые в дальнейшем участвуют в цепочке переработки товара, то есть не только как бы сырые фрукты, овощи, либо полевые культуры, а уже и дальнейшие. Что касается товаров, соответственно, подбираем ретабельные культуры, товар, соответственно, должен быть хорошего качества. Мы стараемся в Украину работать с известными мировыми брендами, поскольку считаем, что товар должен быть качественный и от надежного поставщика. Ну и также он должен быть в ассортименте, чтобы вы имели возможность выбрать любой интересующий вас продукт. Что касается логистики, у нас есть свои наемные, свои транспортные средства, а также наемные, то есть мы доставляем, пользуемся и крупногабаритные товары, мы пользуемся своими машинами, либо наемным транспортом. Мелкогабаритные грузы доставляются за счет логистических скидок. И, соответственно, финансы, то есть, в принципе, при большем объеме клиенты получают скидку. Но также есть условия передавания, о которых я расскажу дальше. Что касается, ну, я уже коротко буду останавливаться, чтобы не забирать много времени от основного дела презентации. То есть, современная агротехника, это, ну, мы проводим депо-поляна, на которых показываем не только наши гибриды, но и какие-то инновационные технологии. В частности, имеем опыт от других стран мира по выращиванию подвоев, привоев, по переработанным складам. Дальше, башу. Ориентация на потребителя и рентабельную культуры, это наши поставщики, ниже приведенные. Мы работаем по овощным культурам с компанией Sakata Horror Seeds. По капельным лентам, чтобы представить слайд, мы уже с компанией John Deere Water не работаем. Ну, и вы видите, что мы, в принципе, стараемся предоставить тот продукт, который наиболее, как бы, рентабельный. То есть, например, компания Sakata по брокколи, это номер один во всем мире. Свекла столовая, кастрел, которого мы также предлагаем, это лун качества в Европе и Америке, сами семена производятся в Америке. Многие капусты компании Sakata имеют знак отличия, деликатесен, это европейский знак качества, прислажденный именно за вкусовые качества. По розовым томатам, так как Sakata это происхождение Японии, то есть, это, в принципе, розовые томаты пошли с Японии, поэтому, как бы, Sakata тоже, как бы, одна из известных мировых компаний по большому ассортименту розовых томатов. Соответственно, для того, чтобы мы доставляли качественные материалы, мы имеем все сертификационные процедуры, проходим, мы имеем сертификаты. Склад для хранения семян у нас оборудован температурным режимом, режимом по контролю влажности. Что касается самой упаковки, то семян общной культуры, то это либо жестяная тара, либо фольгированная упаковка, что предохраняет попадание влаги в сами семена. Что касается скида кредитования, мы предлагаем различные скидки, как для дилеров, так и для конечного потребителя. В первую очередь предоставляется скидка за объем, скидка за доставку, скидка за развитие тех продуктов, которые мы считаем новыми, которые необходимо внедрить на рынке Украины. Есть специальные скидки на товары, акционные скидки, ну и дилерские скидки. По кредитованию, Агриматка Украина предлагает собственное кредитование за счет собственных ресурсов, кредитование через бизнесную компанию, это касается в основном техники, а также принимается кредитование через банк, кредитование по Векселю, то есть мы работаем с некоторыми банками, которые сотрудничают с нами в сельскохозяйственной сфере и предлагают кредитные схемы. Это коротко про компанию, я не стану больше говорить, потому что главная тема семинара у нас все-таки семинарочная культура, в частности перцы и томаты. Я хочу предоставить слово нашим коллегам с компании Соката, это Висент Силада. Висент Силада это менеджер по Европе и Африке, и технический специалист это Марьян Гринковский. Марьян отвечает за Восточную Европу по всем специалистским вопросам, то есть это технический специалист. И сейчас я предоставляю слово компании Соката, когда презентация будет на английском языке, я буду переводить, вернее, презентация частично будет на русском и на английском, там где будет на английском варианте, я буду переводить. Продолжение следует... Прежде всего, я хочу поблагодарить Агриматко за приглашение Соката в этот семинар, и я хочу поблагодарить вас за приглашение Соката в этом мероприятии. Прежде всего, Висент хочет поблагодарить компанию Агриматко за то, что делала такой семинар, пригласила компанию Соката выступать, и, конечно же, компания Соката благодарна вам всем, что вы пришли послушать. Висент предлагает свою презентацию разделить на две части. Первая часть будет о ассортименте томатов и перцев компании Соката, а вторая часть – это базовые рекомендации по технологии выращивания их. Если у вас будут какие-то вопросы прямо по презентации, то, в принципе, можете сразу задавать, чтобы не терять времени потом. На сегодняшний день это ассортимент томатов высокоросток и высокоросток для Украины. на сегодняшний момент. Из низкорослых детерминатных томатов мы имеем салатного типа – это «Трой» – это «Линда Амакола Беларосса», и это «Виф» томаты салатного, и продолговатый тип – это томат «Индия» в виде сливки. Это все томаты для свежего рынка, не для переработки. «Джампакт» и «Индия» – они могут быть двумя способами, но они не спецификами для индустрии. «Томаты джампакт» и «Индия» – это сливкообразные, они могут предлагаться как для переработки, так и для свежего рынка, но основное их значение для свежего рынка. В «Детерминат» и «Буш» «Пинг» мы имеем «Пинг Бон» и «Пинг Стон». «Биф» – около 200 грамм. «Детерминат» – «Пинг». «Буш» – «Пинг Бон». Значит, из низкорослых томатов, получается, у нас на рынке присутствует томат Pink Bush. Это розовый низкорослый томат. Pink Bush – это для Европейского названия, Pink Bush – это для нас. В Indeterminate Red мы имеем ассортимент, который сегодня не очень компетитивный для украинского рынка. Мы должны отметить, что мы работаем очень сильно, но сегодня мы не имеем в виду в Indeterminate Red. Для высокорослых томатов, красных томатов, высокорослых томатов, мы имеем определенный ассортимент, но сейчас Sakata будет предлагать нам... То есть нет такого лидирующего гибрида, который завоевал популярность, и сейчас они работают над этим. То есть нам предоставляют томаты Michelle, Leslie, но они, скажем так, еще не подходят для нашего рынка, для наших требований. In Pink, it's exactly the opposite situation. In Pink today Sakata is the best variety in the world, and we have the best varieties for any type of pink tomato. From beef to cherry, elongated, everything in pink. Для высокорослых розовых томатов компания Sakata сейчас номер один по ассортименту, по предложениям. Что касается ассортимента, это может быть как салатная типа, продолговатая типа, черри любых фигураций и веса. И внутри Pink tomato also we have two blocks of varieties. One group of varieties that are specially adapted for the markets that want taste, and another block for the varieties that want long life, firmness and shipping quality. Значит, для розовых высокорослых томатов есть две группы томатов. Первая томата, которая предлагается с очень отличным, хорошим вкусом, и вторая группа, это которая позволяет длительное хранение, немножко твердое, ну то есть твердость томата, длительное хранение, но это два разных направления, потому что если томат сочный, вкусный, он не может длительно храниться и транспортироваться. И теперь в Pink tomato we are introducing a variety, which is the first time in the world that we have a Parthenocarpic Pink tomato, extremely early, with a very good taste and with extra earlyness. 2044. Значит, Висент хочет сказать, новый томат есть TM2044, это розовый томат с очень ранним созреванием, и плод обладает достаточной твердостью для транспортировки. And with Parthenocarpic it doesn't need hormone, nor insect, the fruit set is excellent without any sort of hormone. Значит, даже, ну, этот гибрид получается Parthenocarpic, он не нужно даже применение опаления гормонами, то есть хорошее завязывание плодов на кисти. Not hormone, not bubble bees, nothing, you just grow. Not what? Not bubble bees, insect, you don't need anything for the pollination, the fruit set with the Parthenocarpic it comes automatically. Да, то есть не надо ни трусить кисти, ни дополнительное запаление, то есть, в принципе, отличное... А масса? What is the weight of fruit? 200 грамм, beef size. 200 грамм. Pink Paradise size. Где-то как Pink Paradise, 180-200 грамм. But much earlier, намного раньше, с устойчивостью к нематодным заболеваниям, и отличным вкусом. But perhaps not the firmness, not the shelf life of Pink Paradise. Maybe a little bit less firmness than Pink Paradise. Ага, наоборот получается, что отличный вкус, ранняя спелость, но твердость и лёжкость немножко меньше, чем у Pink Paradise. So, Pink Paradise is probably today the most successful variety in the pink indeterminate market in Europe, Russia and Central Asia. It's a reference in taste and agronomic aspect in Pink Tomato. касательно, получается, вкусовых качеств и агрономических аспектов его выращивания. This is the type of fruit, about 220-240 грамм. Ну, это тип продукта, который есть. Это 220-240 грамм. Very good taste, very good shelf life, and very easy variety. Easy to grow, grower friendly. Да, получается, который обладает очень хорошим вкусом, хорошая ранняя спелость, и очень легко выращивается, что самое немаловатное. This is the sort of promotion that we are doing in Central Asia and in Macedonia. The taste is so recognized, so demanded by the supermarket, that we are putting a specific sticker for the growers who grow this variety to identify the boxes of Pink Paradise. This is a special sticker, which is attached to the tomatoes. It is available in Central Asia and Macedonia. It is available in Central Asia It is available to the buyer to find a tomato, which has high flavorful qualities. And we know that we have a lot of other companies, who produce Pink Tomato, but the taste is like potato. So we want to keep on the market the target of Pink Tomato. That is the taste. Значит, цель цикаты, получается, to promote потребителям тот томат, который, действительно, будет обладать превосходным вкусом. Потому что очень многие компании предлагают как бы выращивать тоже розовые томаты. Но, по словам Марьяна, розовый томат, как бы, ну, он будет розовым, но с вкусом, ну, так сказать, отличающим. Вкусом картофеля, крайне говоря, было так сказано. In Pink Tomato, what Marian said, is very important. There are two lines of research. Or you work on taste, or you work on firmness, on chef life. Да, как уже, ну, еще раз, Висент повторил слова, что для томатов идет разделение по выращиванию, не по выращиванию, а по поиску томатов. То есть, первые томаты это идут с отличным вкусом, вторые томаты это ищут направление, где можно легко выращивать и, ну, скажем так, для транспортировки и хранения. Это два разных направления в розовых томатах. Это другая пинкная варайта, это другая экстремь пинк парадайса. Здесь мы идем для шеф-лайф, для твердости и размера, но мы не имеем вкусный уровень пинк парадайса. Для взрослых, которые хотят экспорт по дистанции, этот тип пинк парадайса это идея. Ну вот, заката предлагает еще сравнение с пинк парадайсом, который уже зарегистрирован, пинк мэджик. Это томат, который по сравнению с пинк парадайсом имеет менее вкусовые качества, но, скажем так, для фермера, который предлагает этот томат для транспортировки, хранения, этот томат обладает более лучшими качествами, более длительное хранение и более приводен для транспортировки. в зависимости от нужных покупателей, мы можем предложить либо очень вкусный томат, либо розовый томат, высокоростный, который пригоден для транспортировки. Это в Македонии? Да. Это фотографии из Македонии, этого томата. Мы имеем такой же уровень производства высокоростных томатов приблизительно как в Украине, то есть, как бы среднего уровня, нет технологических теплиц, с хорошей лёжкостью для длительных транспортировок. То есть, это гораздо лучше чем реп, но он не имеет уровня. Да. Ну и как он говорит, этот томат обладает лучшим вкусом, чем красный томат, но предназначен для транспортировки. Но недостаточный вкус как у Pink Paradise. В этом же сегменте это другой гибрид Pink Moon. Розовая луна. Особенно отличный для большого живота и для второго культиватора. Уже 5-6-7 кластеров он их полностью все вместе. Все огромные размеры, но, как говорили, меньше вкус, чем Pink Paradise. Это тоже в этом сегменте для длительного хранения и для перевозок. Pink Moon что в переводе розовая луна означает. Он имеет меньший вкус, чем Pink Paradise, но предназначен для длительного хранения. Это томат для второго оборота. при рекомендуете от холодного до холодного до холодного до зеленого до зеленого до зеленого до розового и быстро набирается краска. Точно так же этот томат устойчив к нематодам и к лаудиоспориозам. Следующий томат тоже называется «Розовая мечта». «Розовая мечта», он точно так же для перевозки и хранения, но имеет более пониженные вкусовые показатели по сравнению с Pink Paradise. The biggest advantage of that variety was resistant tomato yellow I'm not sure how this is important here, but let's say in Turkey we have that as a market. In all the Mediterranean yellow mythical virus transmitted by whitefly is very very dangerous. So this is resistant to team white virus. Кроме того, одним из преимуществ этого томата есть устойчивость к заболеванию yellow желтая мозаика томата, да. Это очень заболевание распространено сейчас в Турции откуда у нас идет экспорт и белокрылка очень часто является переморщиком этого белокрылка у нас есть проблема это большая проблема или просто проблема потому что мы не можем уходить в глаз house если у вас нет белокрылка то вот этот гибрид для второго оборота не преимущество розового луна то есть она обладает устойчивостью к желтой мозаики томата розового 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 томата это розовый томат который имеет эликсовидную форму то для супермаркетов которые имеют специальную новость это не для крупных 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 томата хотят употреблять супермаркеты с новым оригинальным продуктом это может быть не для больших производителей томата но как в ассортименте для супермаркетов у них в Европе это практически во многих это есть в ассортименте в супермаркетах где они ставят томата в сэндвичах потому когда они это в маленьких церквях они получают сэндвич для сэндвич для сэндвич Марин говорит что томаты пользуются хорошо потому что в разрезанном виде он ложится на весь сэндвич продаватого размера поэтому очень часто есть такое использование этих томатов в Европе это еще пинк с более-менее концептом как пинк пионер это специализирован рынок для томатов то есть томаты которые имеют название черри в основном часто это производство для супермаркетов это высокорослые розовые томаты тип черри и это новая варайта в томатах в томатах мы думаем что здесь мы смогли сочетать вкусовыми вкусами пинк парадайз с твердостью плода и пригодностью для транспортировки это отличная комбинация и вкус это единственный гибрид который имеет отличную сочетаемость между большим размером и вкусом и пригодностью для транспортировки это в последний сомер результаты в филе это футография с прошлого лета и для нас главный репер это потому что все победители теперь они идут на пинк впрессион это самый успешный в европейском рынке фермер который выращивал эти томаты сказал что этот томат будет заслуживать наибольшее влияние на рынке то есть благодаря этой сочетаемости вкуса и пригодности для транспортировки хранения официальное название Pink Impression официальное название Pink Impression либо розовое влияние впечатление но назвали его розовый оргазм предложил тот фермер который выращивал огромное эл экстра качество экстра цвет легкое выращивание значит со словом Марина фермер заметил что этот томат обладает огромным урожаем отличное качество плода отличный вкус и легкое выращивание европе новая 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 новость , тесто празднование не обладая хорошая смесь и эргене Плюс, мы не нужно использовать гормоны или инсекции для фруктов. В основном, мы хотим показать, что если вы думаете о пинк томатое, то Саката – это компания, вы можете идти в любую сеть, в любую сеть. Если вы хотите тянуть крепость, вкус, здоровье, сезон, в любом случае пинк томатое, Саката имеет ответы на нужные потребители и фруктов. Бесент хочет еще раз упомянуть о том, что для нашего рынка, для наших фермеров, они могут подобрать любой тип томатов, который нужен для длительного хранения, для вкусовых качеств, для переработки специальных черри томатов, любого размера, любой формы, любого цвета и вкуса. Мы будем очень быстро покупать гормоны, потому что гормоны, и, честно говоря, сегодня мы не на уровне пинк, но пинк, я думаю, что сегодня Саката – это лучшая компания в мире, с большей рамкой. В связи с тем, что Саката является сейчас номер-один компанией в мире по предлагаемому ассортименту розовых и высокоростных томатов, поэтому мы можем закрыть любой сегмент в этом направлении, и в связи с этим, что они сконцентрированы на вот этих высокоростных розовых томатах, поэтому они немножко отстают от остальных других поставщиков в классе красных высокоростных томатов. Для этого портонокарпического томата, в принципе, Саката имеет свои собственные рекомендации, потому что это отличная, ну, имеет отличительную способность выращивания, поэтому мне там нужна необходимая, как бы, своя система удобрений. Вы видите, что цвета цвета отличается от других пинк, это больше цвета, и больше вкусно, и больше вкусно, и больше вкусно, чем другие пинк. И он не имеет никакого сегмента внутри. Значит, вот этот вот томат Pink Miracle, он тоже является одним из портонокарпического типов. Это тот же получается гибрид, он имеет достаточно много сока, то есть томат очень сочный, практически в нем нет семян и высокие вкусовые качества. Картинка с ассортиментом, все, что есть в розовых томатах, любых размеров, формы. Есть какие-то вопросы по розовым томатам, которые вы хотели задать? Крекинг-толеранс. 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 Сегодня, Sakata, у нас есть лучшая крекинг-толеранса в рынке. Если вы вырастаете о томатанском в нормальные условия, с о томатанским парадайзом или о томатанским впечатлениям, вы не сможете забывать ни о томатанского. Весен сказал, что розовые томаты касающиеся заката, это Pink Paradise или Pink Impression, то есть, в принципе, они довольно, если в нормальных условиях произрастают, то они одни из самых устойчивых производств. That's one of the characteristics of заката varieties, they are easy to grow, they don't require a very sophisticated crop management, they are easy for the grower. Одним из преимуществ в выращивании томатов с заката, розовых высокоростных, это легкость выращивания, то есть, не нужно каких-то определенных специфических навыков или специфической технологии выращивания. We have been growing these Pink varieties from Croatia and Albania to Uzbekistan. They have been grown for already 7-8 years all over Europe, Russia, Central Asia, so we are very, very confident on the proposal of this tomato. They are very confident in this tomato, because they grow it from Croatia and Central Asia in many countries of the world. This is a new variety, cocktail, tea wine assistant, this is the only variety today, hybrid determinate bush leaf. It can be grown under plastic with small stakes, but you can also grow it in the open like a normal bush pen. Основные условия его выращивания это, в принципе, для открытого грунта, как детерминатный томат, но он также может быть выращиваться в теплицах для получения ранних урожаев, как короткостроковая культура. This is open field. Это картинка с открытого грунта. Экселентный размер, вкус, цвет, колор. Хороший, вкус и цвет. Это очень большой. Хороший урожай. Для рожаев, я думаю, что мы перейдем очень быстро. Вы знаете, что с Сакатой ассортлент, у нас есть несколько соревновательных вариантов. В индетерминатах мы очень хороши в индетерминатах, в буш-типах, но в индетерминатах. Я думаю, что сегодня мы не на уровне лучших конкурентов. Это один из представителей как бы красных томатов высокорослых. Но, как Саката говорит, что они очень, скажем так, конкурентоспособны в розовых томатах, в низкорослых красных томатах, но по высокорослым красным томатам их предложение довольно скудное, необширное. Таким образом, Пабло очень early, медиум-сайз, очень хороший вкус. Но сегодня мы не имеем шефа, которые рынки нужны сегодня. Этот томат Пабло умеет ранее созревание, тоже хороший вкус, но они отстают, скажем так, по транспортировочным качествам. Да, точно. Для доместского рынка, но не для транспортировки. Это получается больше для частного сектора дома, но для крупных производителей. Это очень хорошая красота, но для доместского рынка… Видите, они поставили только один рост в баку, потому что в странах, как Румыния, Сербия, где мы имеем большую проценту для доместского рынка. Мы очень хорошим, чтобы не стоять 60-70% для доместского рынка. Но для экспорта мы не рекомендаем. Значит, этот томат имеет хороший цвет, хороший вкус, но в Сербии и Румынии, получается, производят в основном 60-70% этого томата производится в частном секторе, поэтому это не для транспортировки, не для экспорта. Это, в принципе, для местных рынков. Позвольте вопрос по этому томату. В связи с тем, что он предназначен в основном для домашнего использования, для мелких хозяйств, планируется или более мелкой посолкой этого томата? Ну, это, в принципе, для нас. У нас есть мелкая посолка семян этого томата? 100 семян? Нет, не по 100, там, наверное, по 10. Ну, для средних, ну, не совсем для людей, которые покупают 10 семян, а в принципе, по семянные это было бы раньше? В принципе, нет ничего. Ну, как бы, у нас есть машина для посолки, то есть, в принципе, если есть такая потребность, то мы можем обеспечить более мелкой посолкой семян. Это вопрос о немецких использования в пакетинге 100 семян. 100? 100 семян. Сесть? Да, для доместных использования. Мы можем сделать это. Да, это возможно. Если это важно, то мы можем сделать это. Ну, обычно, как бы, наименьше упаковка в шахаты, как бы, для вот таких вещей, это 250, как бы, 250, 500, и выше. Мы можем достать всякую вещь. Залила это другая стабильность. Это очень сильная, а большая. Брась на цвет. Те-верная. Те-вери-резистент, нематользован. Это длинное дистанцию. но это очень сильный плант, который нужно обеспечить. Да, он выполняет отличные результаты. Джалила тоже получается красный высокоростный томат. Он имеет очень хорошую твердость плода, хорошие вкусовые качества, раннее созревание. Хорошие транспортировочные качества, устойчивость к нематодо, к вирусам. Мы можем сказать, что планты, скажем, слишком сильные в определенных ситуациях, когда планты слишком сильны. Когда планты слишком сильны, он выполняет прекрасно. Или мы должны уменьшить планты по метр-скверс. Мы не можем идти на 2,2 тысяча по метр-скверс. Или на 22 тысяча по метр-скверс. Потому что планты слишком сильны. Да, планты слишком сильны. Таким образом, мы нужны хорошие контроли, чтобы планты слишком сильны. Если почва богатая на питательные вещества, то растения развиваются довольно мощно и там нужно ограничивать 2,2 томата на квадратный метр. Если почва более бедная, то растения получат менее высокородные. Но это также преимущество, потому что не нужно поставить слишком много фертилизатора или ничего. Это имеет очень сильную мощность. Рут системы. Но это помогает вещество растения очень легко. Для этого томата очень характерна то, что мощная корневая система, которая позволяет даже на бедных почвах получать хороший урожай при меньшем несении удобрения. Это одно из преимуществ этого томата для бедной почвы. Это для, скажем так, для фермера, который имеет низкую технологию выращивания, либо для очень жестких условий выращивания. Если у вас высокая салинность и плохая салинность, то бедная почва, либо большая засоленность почвы, то этот томат за счет своей мощной корневой системы поддерживает эти условия. Томат Лесли это практически такой же, как сестра томата, который был в предыдущем Дженебра. То есть практически одинаковые имеют те же самые характеристики, то есть для родительной транспортировки и хранения, хороший вкус, хороший цвет. Хороший размер, хороший цвет, хороший размер, форма, вкус, лимит. Это тоже такой же гибрид этого же сегмента. Дальше еще. Дальше, пожалуйста, конечно. Черри, red? Вы имеете какие-то интересы? Это было интересно? Нет, это раньше. 8-5-7 для черри. Какие интересы? Интересны нам, чьи томаты красные для нашего рынка? Что это останавливает? Нет специального интереса? Нет интереса. Трой – это определенный овощ. Трой – это референция сегодня в определенной овощей. Овощей – 220-240 грамм. Это более адаптабельная варайта в рынке сегодня. Томат линда, то есть это наиболее адаптируется под любые условия выращивания. В сегменте буш томатов – это 220-240 грамм. Это очень удобная варайта, просто для фреш-маркета, не для индустрии, не для процесса. Это отличный и удобный томат для выращивания, для свежего рынка. Да, может достигать плод, может достигать даже 250-300 грамм. Может выращиваться довольно легко при любых условиях. Любые почвы, любые условия выращивания. 100 грамм, один помидор. Вот фермер говорит, что один из помидоров был... Один из помидоров был... Один из помидоров был... Один из помидоров был... 500 грамм. Класс. Да, но в этом классе не было так много. Это должно быть 1-2. Обычно должно быть 2-3 фрукта 250-300 грамм. Обычно получается 2-3 фрукта 250-300 грамм, но если такой крупный, соответственно число томатов будет меньше. Если какие-то условия произошли, что на кисти получается только один плод, соответственно он развивается большего размера. Амапола это новый томат, такой же как лид, только имеющий способность к вирусуустойчивой. Следующий томат это джампакт. Это довольно простой томат выращивания круглого размера. Размер 120, ну в среднем где-то 130-160 грамм. Легко выращивается и предназначен для, скажем так, двух рынков. Он может быть предназначен для свежего потребления, а также для переработки. В Европе сейчас очень сильно развивается направление томаты на прививки. То есть это отдельно берется формовая система, отдельно верхушка прививается и развивается так называемые прививаемые томаты. Это в основном для людей, которые выращивают эту культуру в длинном обороте, для высокоростных томатов более 15 кистей дальше. И мы должны рудить на уровне культуру в том, что технология будет разным и преодолеватьальных социумов, и у нас есть очень сильный вид в урожай. Эти томаты позволяют высокий урожай за счет того, что они устойчивы к любым почвенным сконтактным, холодным, низкая почва, бедная почва и за счет того, что растение очень мощное, мощная корневая система, устойчивость к любым заболеваниям и высокий урожай. Но это рекомендация для тех культур, которые выращивают культуру длинного периода больше 15 естей. И это, чтобы закончить, что я бы хотел сказать, что это важно, не только на развитие части, но и на покупку, на маркетинге. И иногда, с хорошим пакетингом, с хорошим наградом, с хорошим приготовлением, можно получить больше денег, чем с плохим презентацией. Поэтому, чтобы посмотреть на пакетинг, это очень важно, чтобы получать цену. Инвесент хочет обратить внимание на то, что, в принципе, упаковка тоже является обязательным элементом при продаже, поскольку даже очень хорошая, яркая упаковка позволяет продать даже среднего качества томаты. То есть, в принципе, тут нужно сочетать и не только вырастить хороший продукт, но и красиво его презентовать покупателям. Ну, что касательно вот этой части презентации, то есть, как бы ассортимент томатов, то есть, Саката хотела бы на этом остановиться. Есть какие-то еще дополнительные вопросы по ассортименту томатов? Катя, что мы сейчас делаем на ее материале, да? Спасибо. 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 Украшивание перцев. Here we will try to give you some explanation for some, I will not say disease, but some problems what you can reach during your growing conditions. Сейчас мы остановимся, скажем так, на технологии выращивания, а именно, получается, на заболеваниях и, скажем так, каких-то проблемах выращивания томатов. And with some small advices who can help to minimize these problems. Да, Саката предложит некоторые базовые, как бы, рекомендации, которые помогут избежать проблем. Это еще... ...как мы продаем, если вы, скажем так, то. Когда есть... У нас это называется заболевание верхушечная гниль или бакансовая недостаточность. Пошли. Первый раз? Крил, ниже, ниже. Еще, ниже, ниже. Следующий? Нет, нет, это первый раз. Мы будем. Мы окей. Еще один? Еще один. Окей. В этой ситуации, когда мы имеем кальциум-диспициент, если мы проверим землю, мы увидим, что там много кальциума, но кальциум не может обсорбить. У нас много ситуаций, почему это? Значит, это кальциевая недостаточность. Мы очень часто видим, что, например, если мы сделаем почвенный анализ, то в почве достаточно кальция, но растение не может его... Очень часто бывают ситуации, когда растение не может его взять с почвы. Итак, мы имеем много ситуаций об этом. Первое, это слишком высокая температура, и, может быть, слишком высокая, 2 больших процентов воды в земле. И транспирация слишком сильная, поэтому кальциум является элемент, который двигается слабо через кальциум и приходит к кальциуму, так что кальциум и кальциум не могут принимать кальциум, который находится в земле. Значит, первая ситуация это возникает, очень часто растение не может взять кальциум с почвы, это когда очень высокая температура, либо почва находится в очень влажном состоянии. Соответственно, как бы идет большой поток воды через растение, транспирация и... Что еще есть, если большая трансфирация и... Да, кальциум не может... Он слабо движется, кальциум – это элемент, который двигается слабо через кальциум, и кальциум не может принимать кальциуму. Так что он не может прийти к кальциуму. Мы имеем много кальциума в земле, или, если он не в воде, но он не в кальциуме. Так что это кальциум в кальциуме. И даже при высоком служении растения водой, то есть идет большая транспирация через растение воды, но кальций – это такой элемент, который очень трудно поднимается по растению, поэтому как бы не накапливается в плодах. У вас есть что-то такое? У вас есть проблема? У вас есть проблема. Он спрашивает, часто ли у нас такое проявляется? Да? Часто, часто. Часто? Окей. У нас есть какие-то рекомендации для этого. Пожалуйста. И некоторые рекомендации для этого. Так что, для контроля, мы можем сделать хороший уровень кальциума во время слоя и фертилизации, с начала до конца. Так что это не только когда мы видим проблемы. Когда мы видим проблемы, уже слишком много. Мы должны контролировать кальциум с начала до конца. Он говорит, что необходимо контролировать уровень кальция в почве и наявность удобрения, но перед тем, как продукт созревает. Потому что когда продукт созревает, это уже поздно. То есть заболевание в любом случае проявится. То есть нужно до того, как... чтобы избежать таких перерывов в поливе, то необходимо как бы... постоянный полив производить. То есть частыми дозами. чтобы избегать высоких температур в теплице, то есть проветривание и так далее. Потому что при высокой температуре идет высокая транспирация воды в растениях. Соответственно, при высокой скорости транспирации растения не успевают захватить такой элемент, как кальций из почвы. Также, чтобы избегать высокой влажности воздуха в теплице, чтобы растение брало влагу и почвы и захватывало оттуда кальций. И также, чтобы избегать большую интенсивность, не так много плотников в метр квадрат. Следующая рекомендация, это избегать чрезмерной плотности растений. И также, это другой контроль. Нормально, варитеты с лучшим вкусом и вкусом могут быть более сенситивными в эту ситуацию. Ну и второй контроль, то есть как бы из общих рекомендаций, то есть это получается в основном помидоры с высоким содержанием сахара, то есть лучше вкусовыми, как бы своими характеристиками, они более подвержены кальциевой недостаточности, более подвержены этому заболеванию. Мы не можем сказать, что если мы применяем кальциум с спреями, то это поможет. Нет. Ну, Саката говорит, что, если вы, например, листовое опрыскивание кальцием, это может помочь. Нужно быть, в целом растениях, чтобы следовать эту ситуацию. В целом растениях мы должны применять кальциум. То есть основные рекомендации, это чтобы в течение всего сезона выращивания растение снабжалось кальцием. И также, окей, 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 здесь для графтинга нет, но когда у нас есть проблемы, мы должны выбирать варайти, который резистент на нематод, потому что нематод в системе может вызвать большие проблемы для абсорбции кальциума, и это приходит к этому. Ну и также, получается рекомендация, это желательно подбирать гибриды с устойчивостью к нематоде, потому что если заболевание идет, как бы, нематода развивается на корнях, то это препятствует корневой системе брать кальций из почвы. в этом смысле очень хорошо подходят гибриды, как Мариан сказал, на прививках. У вас есть проблема? Голдспек есть проблема? Или не особенно? Может, здесь, потому что не слишком светлый. Голдспек это очень маленькие, белые точки на кожу. Я не думаю, это проблема. У вас есть фотографии? У вас есть фотографии? У вас есть фотографии? У вас есть фотографии? Да, но... Когда фрукты с маленькими, золотистыми пятнами. У вас есть фрукты? Голдспек. Давай дальше. 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 Как случилось? Грейный стакан? Недозревание, да? Да. Когда фрукты не сделали полный цвет, полностью. У нас есть проблемы. Если у нас такие... Рудов, эта часть будет грино. С одного бога, зеленое, это одно. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Нормально, это происходит, когда два вегетативных пленда, с большими листьями. В основном, это происходит, когда растения имеют слишком усиленный вегетативный тип развития. Когда много листьев и так далее. Много воды, азота и... В общем, растения преобладают вегетативный рост. Обычно это происходит во втором обороте, когда недостаточно света. Обычно это происходит во втором обороте, Влажные условия, холодная температура. Мы имеем высокий натрижен, который мы все знаем, что если у нас высокий натрижен, низкий потасиум, это точно будет там. И когда в удобрении или в почве преобладают азота над калием. То есть многое снабжается азотом растения, что спровоцирует вегетативный рост и мало калия. У вас есть проблемы? Да? Можно идти? Что мы можем предложить, это, как я говорил, чтобы не растить два вегетативных варайти для второго цикла. Ну вот это тоже получается как бы в одной из фотографий, то есть когда неравномерное дозревание плодов идет во втором обороте. Я не слышу вас. Когда растения имеют преобладание вегетативного роста. Когда возможно позволить высокую температуру в тоннеле, даже в ночи, чтобы не быть меньше, чем 14-15, если возможно? Ну, если возможно, одной из таких причин это холодная температура. То есть избегать даже ночных температур не ниже 14 градусов. Я знаю, что это очень сложно, но на самом деле мы должны делать прунивание, чтобы чистить лица. Таким образом, на день мы будем принимать все солнечное, которое будет предложено. Даже в этом случае понятно, что это как бы может быть трудно добиться некоторых условиях. То есть в данном случае тогда нужно увеличить освещенность растения, то есть удалить лишние листа, чтобы во время дневной, во время дня увеличить освещенность растения путем обрезания лишних каких-то листов. для того, чтобы увеличить нитриджена и увеличить потасиум. Соответственно, для усиленного созревания плодово уменьшить количество внесения азотных удобрения и увеличить халиния. и может быть в некоторых случаях даже не зависит от температуры и свет, но потасиум не нужна температура азота и калия то азота в растения попадает больше, чем калия за счет того, что калий менее мобильный и меньше поступает растения чем азота. Да, он движется меньше движения калия чем азота растения. Хорошо? Для хормонной я уверен, что вы используете больше хормонных чем бамбл применение гормонов? Многие люди используют хормоны или бамбл для фруктов? Вопрос такой что больше используется для завязывания плодов? Применение гормонов или стряхивание плодов? Нормально мы следуем некоторые правила для хормонов хормонов но я скажу что нет никаких правил для хормонов есть определенные рекомендации по применению гормонов но нет четких рекомендаций это зависит от температуры в воздухе зависит от температуры очень много зависит от температуры освещенности нормаль если мы имеем температуру то мы должны reduzить хормонов обычно чем выше температура мы имеем теплицы тем нужно снижать дозу гормонов чем больше влажность в теплице тем тоже нужно снижать рекомендуемую дозу гормонов большинство когда мы идем в туннел это холодно но когда мы закончим дом может быть 3-4 часа когда температура может быть 10 градусов мы говорим даже что даже в течение дня когда температура колебания доходить до 10 градусов если мы делаем это утром то гормон может подействовать по одному принципу если мы делаем это после обеда когда температура выше то гормон может подействовать сильнее одна и та же доза применения гормонов может подействовать по-разному при разных температурах поэтому утреннее внесение и послеобеднее внесение одной и той же дозы может по-разному повлиять на плод и мы можем сделать огромную деформацию в России вытягивается носообразная часть томата хотя в некоторых странах это считается новинкой и люди охотнее покупают томаты с вытянутым носиком но это считается чрезмерное употребление доза гормонов окей пожалуйста это случилось так чтобы уменьшить эти проблемы мы можем избежать низкую температуру в ночи когда оно поленается вот такие удивительные формы плодов это нужно избегать слишком низких температур во время ночи то контролировать хумидит inside of the greenhouse ну да контролировать избегать повышенной влажности в теплице что довольно быстро как бы можно вентиляция в теплице и избегать чрезмерного вегетативного роста гибрида то когда слишком холодно чтобы измельчить зеленое то мы избегать солнечное и температура не так высокой температуры высокой температуры высокой летней температуры высокой фонной освещенности измельчить зеленое красное красное да мы спрашиваем применяется ли у нас заделивание верхней теплицы или сторон для уменьшения освещения и чтобы иметь хорошую контроль о доске используем для хормон на рынке и все имеют различные доски ну и скажем так тут нужно иметь свой собственный особенный подход по применению потому что на разных различных рынках есть различные гормоны у каждого есть своя доза и поэтому может быть разное различное влияние нормально мы говорим 5 миллилитров по 10 литров или 10 миллилитров по 5-6 литров вода для применения но это не значит что это будет то же самое в 8 часов и в 12 часов в вечеринке это очень разно и тогда то что я говорил обычно доза колебается 5 или 10 ну от 5 до 10 миллилитров этого гормона на 10 литров воды как бы применение но это может быть разная дозировка во время утреннего применения гормонов и во время обеденного применения гормонов ну это один из фотографий чрезмерного потребления гормонов не это другая ситуация все разные это прородит наибол это не деформация это когда есть как мини фрук это тоже получается другая причина когда это идет небольшой томат еще развивается на верхушке то есть томат на томат также может быть вот эта форма может быть также от чрезмерного потребления гормонов но я скажу что это происходит из-за комбинации нескольких вещей не только применения гормонов это может быть в основном из-за комбинации применения гормонов высокая температура высокие дозы азотных удобрений и высокая норма применения удобрений и высокая норма применения удобрений и когда маркет нужна томат это может пройти но если полна с обработкой то это может пройти не может это подходит как изюминка но в основном стараются удалить на на рост и продавать желательно не запускать таких вещей то происходит или не иногда так так можно сказать с вкусными томатами то может быть большим проблемом то можем видеть большинство проблем из высокой температуры в основном рекомендации соблюдать нормальные условия произрастания для таких томатов контролировать влажность температуру количество поливной воды и максимум поливной регулировки это огромное проблем для томаты в основном высокая влажность в теплице это основной фактор в влиянии в проявление этого качества в этой ситуации это не так неплохо потому если мы имеем много хормон аппликация, хайер химидит, хайер чемператур, стронг фертилийс, это будет в следующий проблем. Ага, ну и говорит, вот это как бы первоочередная проблема, но если дальше получается мы имеем продолжение таких же условий, то есть высокая температура, высокая влажность, высокое применение удобрения, то есть преобладание вегетативного роста. Следующий слайд. Это тоже так же. Окей, мы имеем здесь томаты с томаты, так что это... Ну, да меньше можно привести вот таким последствиям. Это очень слабо. Да, да, да. Да, 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 да. Ну, да, 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 да. Я скажу, что это не лучшая версия для всего предыдущего. Это произошло, что мы имеем целый, начида от первого класса, второй, третий, зависит от периода, не даже не один маркетабельный фруйт. Ну, и вот такой оплот бывает, когда даже, ну, очень часто, говорит, на при выращивании, как бы, на первой кисти, такие производят вот такие томаты, которые вообще не... не отвечают требованиям линка. Обычно это происходит, как бы, вот, при раннем выращивании томата, когда идет переход от низких температур, высоким температурам. Low intensity, in the low intensity of the light, low temperature, and when it's continuously more days. Low density. Значит, ну, это происходит, когда низкая освещенность, низкие температурные режимы. And when the plant, when they make the flowering, it's a big stress. То есть, цветение происходит, скажем так, в экстремальных условиях. Many times it's happened to have on the first cluster and the second cluster. And the growers know to say, but, okay, why on the second cluster, when it was not stressed? Ну, и очень часто, как бы, производители спрашивают, почему эта проблема происходит уже и на второй кисти. Ну, как бы, уже начинается, скажем так, более теплые условия для выращивания томатов, почему это происходит для второй кисти тоже. Нормально, когда мы трансплантимировали томаты, они уже начали первые кластеры, которые мы видим на этой кластере. Но генетически, внутри, в этой кластере, они уже сделаны вторые кластеры. Это означает, что мы делаем, во время трансплантации периода, мы делаем стресс от этого кластера, что влияет на вторые кластеры. Обычно на этот вопрос следующий ответ есть, что когда томаты готовы к пересадке рассада, обычно это начало цветения первой кисти. Но в этот же момент, любое растение при пересадке находится в стрессовых условиях. В этот же момент, генетически, уже закладывается вторая кисть для цветения. И поэтому этот стрессовый период уже влияет на вторую кисть, которая в дальнейшем будет свести. И большинство растений не хотят принимать это, потому что, конечно, последние 15 дней не было стресса, когда они видели, что кластеры пришли. Но в генетике этого кластера, это было сделано гораздо более позже. Ну, еще раз прозвучало объяснение, что очень часто производители говорят, ну, хорошо, первая кисть находится в стрессе, а вторая уже растет при более благоприятных условиях. Но Марин еще раз подчеркнул, что при пересадке рассады уже, как бы, в растение уже идет, как бы, закладка второй цветочной кисти. Соответственно, как бы, это стресс и для нее проявляется. Для избегания всего этого, рекомендации такие, чтобы избегать ночных температур ниже 13-14 градусов, чтобы не было такого стресса для растения. В данном случае, как бы, избегать высокой влажности воздуха в теплицах и избегать, как бы, высокой нормы применения азотных удовольствий. Ну, и точно так же это касается, как бы, самих гибридов, потому что гибриды, как бы, с плодами, с крупными плодами 200-230 грамм, они более чувствительны к подобному роду стрессам. И, когда это, я не знаю, на сколько кластеров вырастаете здесь, 4-5? Да. Спрашивают, сколько кистей обычно часто выращиваются у вас в ваших теплицах? Музикируем бърво 8 кистей. Да. Музикируем бърво 8 кистей. Музикируем бърво 8 кистей. То есть, когда вы получите высокой в плен, чтобы не избегать нитриджен, чтобы избегать нитриджен в плен. Очень важно, когда идет сокращение оборота, то есть прищипывание, получается, верхушка, очень важно в этот момент сокращать внесение азотных подавлений. Должен быть соблюден хороший баланс между азотом и калием. Натроген не может быть больше, чем один, один часть натрогена и два части потазиума. В этот момент должно быть соотношение азота к калию менее чем один к двум. Азота должно быть меньше, чем один, то есть определенное соотношение один к двум, то азота должно быть меньше именно в этот период, когда прекращение идет созревания томата. Окей. Пуфинес? Я не знаю, как вы говорите. Вы увидите. Пожалуйста, пойдем на следующий. Я не знаю. Если вы увидите, что это, то есть. Это вручная фрукта. Получается как бы пустота в фрукте. Я просто не знаю, как перевести это. Пустотелось. Пуфинес, пожалуйста. И давай право. Пуфинес. Хорошо. Когда у нас такой стеклой фрукта, то фрукта полностью въем. Он не имеет ни сихся. Когда это фрукта, то это как бомб. Ты чувствуешь, что въем въем. Обычно этот фрукт пустой, нет даже семян в нем, то есть как мячик такой. Ну, то есть, у вас есть такой проблемы? Да, не есть проблемы. Да? Нормально, мы имеем такой проблемы, когда мы применяем слишком высокий процент хормон. Это тоже происходит, когда применяем... И это не сделает фазу, так как это не разрушает фруид, так как это сделает вверх. Это тоже возникает при усиленном применении гормонов, особенно да происходит при низких температурах закладки первой кисти. То есть, в принципе, гормоны увеличивают размер фрукта, но он его не разрывает, а делает пустоту внутри. Это как? Большая проблема второго. Да? Да. Да, это возможно. Также, это зависит от стрессового состояния. Тоже высокая температура – слишком низкая. Тоже высокая температура – слишком низкая температура. Таким образом, это большая реакция стресса после полинизации фрукта. Это в основном, как бы тоже, ну как бы, касается гормонов и касается вот таких резких перепадов стрессовой температуры. От высоких температурам к низким. От высокой влажности. От высокой влажности к низкой влажности. То есть, вот такие переходы проявляются в виде стресса для растений, в виде стресса, когда идет запыление получается. То вот это дает вот такие эффекты. Это может быть, когда чрезмерное вегетативное растение растения, это может привести подобного рода стресса. Мы можем увидеть, что в этих проблемах мы можем легко решить, если мы контролируем температуру, если мы контролируем свет, если мы контролируем ирригацию, если мы контролируем фертилирование. Это можно легко избежать, контролируя все эти факторы – свет, температуру, влажность, внесение удобрений. Это легко от здесь, но мы знаем, что в Гласс-хоусе это очень тяжело, иногда даже невозможно, но, по крайней мере, мы должны попытаться избежать некоторые из этих ситуаций. Конечно, в маленьких теплицах это легче делать, чем в огромных стеклянных теплицах, но в любом случае готовы это выращиваться, чтобы все это контролировать. В данном случае, если вы имеете такие факторы, то есть какие-то высокие температуры, высокая влажность, в данном случае лучше отказаться от применения гормонов как бы просто стряхивания пыльцы, то есть такого вида запаления. Можно вопрос? Это вот ты рассказываешь, что в теплицах, а бывает же, что на оборкетном уровне тоже такое уже? А что там надо делать? Мы там не применяем гормоны? Стресс? Да. Стресс также возможен в облажном поле. Ну, тут тяжело, тут мы можем контролировать влажность и внесение удобрений. Температуру ночью, днем вы же не проконтролируете. И тоже в основном идет на втором урожае. Открыто против? Ну, поэтому, да, в открытом урожае. Поэтому, я говорю, гормоны мы не применяем. А теперь гормоны? Не только фокусы на гормоны. Это стрессовая ситуация. Стресс может быть, что не хватает воды. И если мы после этого играем много воды. Марин говорит, что это не только от гормонов происходит, это, в принципе, стресс растения на какие-то определенные факторы. То есть, нехватка воды или чрезмерное потребление воды. Дневные и ночные температуры. То есть, в данном случае, нужно проследить, какой фактор повлиял. То есть, что вы можете проконтролировать. Причем, это же идет как-то не полностью. Например, ряд или какой-то участок какой-то. Например, на одном ряду или на десяти рядах один куст вот так попадается. Ну, попадается. Ну, тут надо смотреть. То есть, именно какое-то это растение может там что-то повреждена. Горневая система или что-то еще. Ну, то есть... Именно в этом растении. Может, какая-то доза удобрения попала именно в это растение. Ну, нужно смотреть, что именно там. Как бы... Бойда безподтенектора. Флова risksна. Мы также называем его аборт. Так что, это... Как бы потеря от цветов. Так что, не произошло ни полинизация, так что цвета исчезает. Ну да. Часто тоже возникает проблема, когда идет потеря от боления. То есть цветовка падает без оплодотворения. Высокая норма применения удобрений, высокая соленость применения воды, высокая влажность почвы или субстрата. Также высокая температура, больше 35 градусов. Это не очень сложно. Мы просто должны контролировать фертилигацию. Это не так легко контролировать. Единственное, что мы можем контролировать, это получается как бы нормальное применение удобрений. Увеличить проветриваемость и прессы. Если есть слишком много воды в субстрате, то просто нужно контролировать. Я думаю, что это не такой большой проблем, чтобы контролировать. Избегание чрезмерной влажности почвы, это точно так же вентиляция, уменьшение полива. Это те факторы, которые можно контролировать, чтобы избежать этих проблем. Скидывание плодов. У вас есть что-то такое? Есть. В какой сегменте? В каком сегменте? У нас появляется в первом сегменте. В первом сегменте. То есть когда холодная температура, да? Легкая температура. Так что жирные пленки, мы должны контролировать, чтобы не быть слишком сильными, но жирные пленки, это нормальное генетически, что они собирают фрукты. Если пленка страдает от чего-то, генетически, они собирают фрукты. Но Мариян говорит, что в данном случае тут нужно смотреть, какой фактор влияет, но генетически то, что если растение какое-то слабое по какой-либо причине, то есть мало внесения удобрений или какие-то стрессы оно получает, то генетически оно начинает сбрасывать цветки. Какой-то там цветок запылится, а остальные он пытается сбросить, чтобы... Мы оцепили за плоды. За плоды, да. Там идет уже непосредственно налит, то есть плод в районе 200-250 грамм идет именно. Перед самым созреванием. Перед самым созреванием. Ага. Это проблема для репетирования фруктов. Если размер фруктов почти большой, но в этом этапе можно сбрасывать фрукты. Да. Варайты с большим фруктом более доступны для сбрасывания фруктов. Ну, получается, гибриды, как бы, с крупными плодами, они более чувствительны к этому и быстрее скидывают. Ну, скажем так, чаще происходит скидывание продуктов, но это все проявляется, когда чего-то растению не хватает. В данном случае оно скидывает минусы воды. И, опять же, гибриды, которые более доступны для скидывания. И, чтобы это контролировать, нужно стараться поддерживать не слишком высокий уровень температур и не слишком низкую влажность, чтобы в теплине была. Ну, и подбор гибридов, потому что гибриды, как бы, с большими плодами, они более чувствительны к этому и поэтому, как бы, часто скидывают плоды. Ну, и, как уже было сказано, там, я смотрю, то есть слабые растения тоже более чувствительны, то есть нужно применение, оптимальное применение удобрений. А недостаток каких-нибудь из микроэлементов? Бор и кальция. Да, в данном случае написано, что обязательно, как бы, применение бора и кальция. Но мы должны думать, особенно для этих элементов, мы не можем их сразу применять. Мы должны применять их в целом процессе растения. Да, ну, в данном случае эти микроэлементы нужно применять в течение всего периода выращения. То есть они не надо ждать. Они живут очень быстро в плене, поэтому, когда мы их применим, это не значит, что они будут использоваться сейчас. Так как эта проблема проявляется в самих уже плодах, поэтому нужно заранее применять, ну, то есть в течение всей регидации применять, потому что пока эти растения с контактией, с корневой системой, по стеблюда идут до продуктов, до плодов, то получается, как бы, проходит некоторое время. Поэтому желательно, как бы, постоянное внесение в микроэлементов. Что вы не обладаете. И это хорошо, если у нас есть выбор, чтобы проверить качество растения, чтобы проверить анализы. Таким образом, мы применим, что необходимо от начала. Ну да. Самым оптимальным вариантом, когда вы сделаете анализ почвы, сразу видите, чего не хватает, и начинаете применять это изначально в периоде регидации. Потому что, когда уже проявится заболевание, это уже слишком поздно. Иногда, как бы, есть такие условия, когда этих элементов находятся достаточно в почве, но растение не может их взять с почвы. Окей, пожалуйста. Белый шок. Что материн – ты это? Особенно, когда мы имеем это в конце прошлой производства, когда у нас есть для более высокого света. Днем и теплое – то есть свет, и это самое надежное. Особенно это происходит когда… В середине вегетации, когда слишком высокая температура, проводят такие солнечные ожоженные. Более известные ящики с пепелами, Более слабые растения, конечно, более чувствительные к этому. Также, когда недостаточно внесения калийных удобрений это происходит. И гибриды, которые имеют зеленое плечо, они более чувствительны к проявлению этого заболевания. В основном, как бы стрессовый фактор, это слишком высокая температура и слишком осуществление. Я рекомендую для этого, если вы знаете, в какой период мы растяем, чтобы держать больше дерева на пленте и следить к потасиуму. Если вы знаете, что эта проблема происходит приблизительно в определенный период времени, скажем, ну там июль, то желательно получается в этот момент дать растению немножко, скажем так, ну, скажем так, сделать более вегетативное развитие, чтобы была больше выкрытость листами раз, и в принципе, перед этим нужно давать также высокую норму калийных удобрений, чтобы избежать этого проявления. Обычно, когда растение слишком слабое, данные симптомы больше и проявляются. Но я уверен, что если вы контролируете потасиум с самого начала, это не будет проблем. Но если вы контролируете внесение калийных удобрений с самого начала, это поможет избежать как бы вот сразу. И второе, как бы это тоже получается, забеливание теплит, чтобы уменьшить солнечное освещение. Интенсивность солнечного освещения. Да, и не забудьте забыть, что... Некоторые цветные томаты, и также цветные томаты, это связано с вкусом. Как вкусные они, они имеют большую возможность для белого цвета. Ну и точно так же, особенно это для розовых томатов, лучше вкусовые качества, тем более подвержены эти гибриды для подобного. По-своему, вы уже видели это в деревьях, когда мы растем в каждом дереве, в каждом дереве, в каждом дереве, в каждом дереве, но вкус был отличный. Ну обычно, как бы, если вы даже, есть такие, как бы, определяющие факторы, то есть если мы видим, что на розовых томатах идет проявление вот такого, как бы, желтого цветна, обычно это свидетельствует о высоком содержании сахара, соответственно, этот томат более вкусный. Окей? Ну, that's it. This is the last one, for sure you have this. But we are stopping here. Any question? Есть какие-то еще вопросы? Не, не еще, а вообще вопросы. You have tuta here? Tut absoluta? Tut absoluta no? No? You are lucky? Нет. 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 Пока нет. Окей. Окей. Окей, окей. You are lucky. Какие вопросы есть? I will just mention this is a insect, what it have around 13 to 17 generation during the growing period. Every one week or two weeks you have wanted a new generation of two times. Very, very prolific insect. Very dangerous and very prolific. This? Yes. Reproduction is very, 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 very fast. It's only the plastic house, protected growth. No. It can make 100% damage. In winter, but from spring, summer, it can make 100% damage on the crop. But you are lucky that... Okay, but now they control everywhere, with net, with insecticide, it's okay. But I think with strong winter here, it will not come because during winter it is dying. In the frozen it cannot survive. So it's okay, you are lucky. Well, he said, in general, it's good because in winter, this disease is gone. In all the Mediterranean, it's very, very dangerous. In the northern countries, in the southern countries, it's spread the disease. It's not disease, it's insect. And it can make 100% damage on the fruit. So it's damaging the fruit also. It's going inside the fruit. It's also like a disease from the insect. So in this case, it's almost 100% damage on the fruit. And it's also affected. Okay. As for me? That's all, Maren, I'm going to say. Is there any additional comments, questions? What do we do now? Do we do a small break or do we move to the fruit? Yes. Yes. Well, let's start with the presentation of the fruit. Yes. Well, depending on the Ukrainian market, we have limited... If we look for the worldwide, yeah, we have good assortment for the pepper. But for the Ukrainian market, we will present you four varieties, which are already registered here. We all know that in Ukraine it's slightly harder to make registration for the variety. At least it takes too long up to the time when some varieties are introduced on the market. Well, here it turns out that Sakata has a large number of peppers, which are distributed in the world. But for Ukraine this assortment is limited. It's limited because there are quite difficult conditions for registration. It takes a long time to register the hybrid. So in this case, there are three peppers for registration. One of them is Scrivia, with red color, sweet blocky, medium compact blend, which is very good for outside and indoor cultivation. Well, this is a sweet blocky type. It's a sweet blocky type. It's a sweet blocky type, medium compact blend, which is very good for outside and indoor cultivation. So in this case, it's a very good product. So it's a very good product. High yield fruit with three or four lobes. So very uniform fruit with shiny red color and excellent shelf life. What is very important even for domestic and for local market, for export market. So they are types of small parts. They have great texture only for SverOffice. So 163 lightbulant but similar to what cities are truly the first one. That is a great tool for crop to be harvested. You know, they haveagne의fect and green shade with 3 dots. в мире. Так что фруйт, когда вы посмотрите, не так большой, но это 200-250 грамм, что очень хорошо для индустрии и для домашнего консумения. Сам продукт не слишком большого размера, но за счет толстой стенки он достигает массы более чем 220 грамм, поэтому он приводит как для проработки, так и для свежего рынка для выращивания домашних условий. В зависимости, конечно, от технологий выращивания, но как бы при стандартных технологиях 80% это продукты первого класса. Это семи-вигорос. В зависимости от того, как я уже говорил, это также для защитных деревьев, но также для открытых деревьев. Это не сделает каких-то проработок на фруйте. Да, каких-то проработок. Растения предназначены для открытого и закрытого грунта и достаточно близко, что избегает солнечных ожогов плодов. Фруйты стоят ближе к основной степке на фруйте, так и не разрушат фруйте. Но это помогает очень много для внешней продукции. Для, скажем так, производства этих продуктов, этих плодов в открытом грунте, то есть плоды прикреплены достаточно близко к главному стеблю, поэтому позволяют сохранить компактность растения. Другой секмент, мы говорим о жейде. Долма-пепер с черной цветом. Следующий дибрид – это жейде. Это перец тип долма. Скажем так, он средне раннего выращивания. Этот тип интересен или не очень полезен для вас? Мы имеем это, но мы имеем этот черный только в техническом реперинг. И черный. Вы выращиваете черный или черный? Этот перец получается вот такого зеленого цвета, а так и вопрос такой. Вам интересен вот этот тип для зеленого цвета, потому что дальше он начинает созревать, и он становится абсолютно красным. И так же так идет. Светло-зеленый. Светло-зеленый. И черный. И черный. И черный. И черный. Это возможно для двух цветов. Да. Если вы ждете, он становится черным. Нет. 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 И черный. И черный цвет, который мы рекомендаем, если вы хотите среживать черный, это двойный. Если вы срежете черный, то это легче черный цвет, чем предыдущий. В данном случае получается тут рекомендации как бы собирать его в технической скрелости, когда он зеленый, потому что если вы дожидаетесь как бы полного созревания, он становится красным, но, скажем так, не такой интенсивный глянцевый цвет, как предыдущий гибрид скринья. Это очень хорошо для предыдущего производства. Это значит, что он не делает никакой абортизации, не никакой, но очень ограниченной абортизации, когда он в холодном состоянии. Так что фруйт-зет – это эксцелентно. Этот гибрид больше предназначен для раннего сбора урожая, потому что он практически не сбрасывает плоды при холодных условиях выращивания. Медиум-вигурный плент, адаптабл-форо, опен филд и протектов тропы. Растение среднего уровня вегетативного развития, поэтому предназначено как для открытого, так и для закрытого фрунта. Густота. Какая длинность вы рекомендовали? В теплицах или в теплицах? В теплицах? В теплицах. В защитном грунте не более 25 000 растения на гектар. В защитном грунте не более 25 000 растения на гектар. И все зависит от того, как долго вы собираете. Но все зависит от того, как долго вы собираете. Если вы держите за длинный растения на гектар, вы потребите менее интенсивность. Если для молитвы, и для сбора продуктов, соответственно, нужно немножко меньше куста тут. Потому, что это также удобно для распространения консайских фрунтов. Первая фрута сделает очень близко к пленту, и она не разрушает никакого. Но если вы хотите длинный распространение, то, конечно, это открыт, и вы потребите больше места. То есть, получается, для короткого созревания, то, получается, первые плоды они прикреплены очень близко к стеблю. А если для длительной культуры, соответственно, как бы он разрушается, увеличивается ширина, поэтому можно уменьшать густоту. It has thick wall, and most of the plants are four longs. Very uniform size shape of fruit. Этот гибрид характеризуется с однородным размером и формой плодов, четыре камеры и толстостенность. Следующий гибрид Савана. Я не знаю, если это интересно для вас, но мы можем сказать, что это наша, не проникновенная, но уже подтверждена variety из Креатии до Румынии, в тот момент. Это интересно для вас? Ну, он спрашивает, интересно ли нам плоды такого размера, но это многообещающий гибрид. И уже подтвержденный во многих странах, от Хорватии до Румынии, также в России это номер один гибрид. Узбекистан и Россия. Узбекистан и Россия это как бы лидирующий гибрид. Экселентные результаты для облаженного и защитного плода. Они получили отличные результаты как в закрытом грунте, так и для открытого грунта. Экселентный фруит сеттинг, даже в холодном состоянии, но в очень холодном состоянии. Поэтому они растут, я скажу, от марта до первого роста. Ну и в принципе для этого гибрида характерна очень хорошее дружное созревание, ну очень много плодов на растениях и в принципе если начинать говорить о теплицах и до открытого грунта, то есть сбор урожая возможен от начала марта и до первых морозов. Если растение слишком длинное, вы даже можете как бы срезать это растение, оно выпускает новое побеги и так же можно дождаться следующего урожая. Понятное дело, что это не сильно хорошо для сэкаты, потому что меньше семян. Но перфорансы от различных соревнований – эксцелент. Эксцелент фруит шейп, колор, тейст, тиквол, транспортабельность, шелфлэп. То есть урожайность, хорошая форма, толстая стенка, хорошая транспортабельность. Когда вы собираете плоды из этого растения, практически 90% это плоды первого класса. А что временем он красный? Или такой же остается? Нет, на нем появляется, скажем так, слабо красный бачок. Ну или часть, ну половина. Румяна? Да. После этого цвета, я сказал, что это как... Красно-оранжевый цвет. Да. Красно-оранжевый цвет. Но перец очень долго остается в таком лунном цвете, потому что это уже слишком длительное созревание, тогда он начинает покраснеть. Да. Не знаю, если этот сегмент будет доступен для вас, но мы знаем, что он работает в Румяне, Молдова, Узбекистан, Россия. Это то, что мы называем Ласточка. Так что я ожидал, что это может быть интересным для Украины. Ласточка? Да. Это различия в России. Что они используют? Ну, в общем, получается, этот, он спрашивает, пользуются ли у нас популярностью такие гибриды, потому что это очень часто в Румынии, Молдавии, России. То есть, ну, в России популярны Ласточка. Ну, 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 это сегмент, как мы называем, это какая-то опи-локальная версия, которая имеет самую форму, но на нашем гибриде перформансы очень далеко, далеко от... Вы не имеете такой тип в Уни. Это не популярный тип. Sort of called as foc. From... From ... From From It bullshit? Ласточка. Такой тип называется ласточка, но это хибрид. Раньше это назывался гибрид, самоназвание гибрида ласточка. Вернее, не гибрида, а сорта. И в принципе, сейчас это называют такой тип перца даже. Ласточка. Очень урожайная, хорошая стенка. Толстая стенка. Компактное растение и хорошая транспортабельность. Для открытого грунта, так и для закрытого грунта. Очень ярко. Вы можете видеть, что это сочетается с фруитами. Все растения. Плода. Это все. Есть какие-то вопросы по ассортименту или плода? По какому-то гибриду. На этом, в принципе, презентация по томатам и перцам закончена. Если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Либо мы делаем небольшой перерыв и переходим по презентации по капельной ленте. Капельную ленту от французского поставщика. Французский поставщик – это компания Lespinazes Regations. Этот бренд специально созданный для компании «Гриматка». Поскольку мы существуем в 54 странах, этот бренд… «Гриматка». Наша компания, в целом «Гриматка», она договорилась с французским производителем производить ленту именно под наш бренд. Это будет легко узнаваемая лента. Она с зеленой полоской. Кстати, потом не забудьте, когда будет окончание семинара, не забудьте взять по образцу. Этот образец в основном предназначен для теплиц, потому что там водовылев – это шестерка через десять сантиметров, но большой водовылев – тринадцать с половиной литров. То есть максимальная длина огона должна быть шестьдесят два метра. То есть, в принципе, 100-метровый образец – это на два ряда для испытаний. Что касается… Я уже сказал, то есть это, в принципе, бренд, произведенный продукт эксклюзивно для компании «Гриматка». В этом году мы уже завезли первую партию, тестировали эти ленты в тепличных условиях. То есть, в принципе, отлично работает. Дальше я уже более техническую часть покажу в следующем слайде. Это сам бит вот этой буквы, бухты. Название AmpoDrip, то есть AMC – это, получается, агриматка. Ну и Drip – это капельная лента. Значит, AmpoDrip – лента, произведенная одним из лидирующих производителей капельной ленты. Происходится она, соответственно, с мировыми сертификационными требованиями. То есть, это ISO 9001. И, скажем так, для этого производителя характерно наименьшее количество жалоб на капельную ленту. То есть, это лента, отвечающая высоким стандартам, высокому качеству. Поэтому, практически, никогда не возникает проблем, что очень важно для выращивания под пленкой, под агроволотном и так далее. Следующее. Что касается самой… Я не знаю, мне прислали презентацию… Ну, это просто, наверное, скорее всего, название. То есть, какие важные характеристики и преимущества этой ленты? Во-первых, эмиттер обеспечивает… Сам канал, сам водовылев обеспечивает высокую длину гона. Турбулентный поток внутри эмиттера… Турбулентный поток позволяет высокий уровень… Как бы, позволяет однородность полива производить… За счет… Щелевой эмиттер, как бы, предотвращает попадение корней внутрь… И, скажем так, от забивания… И высокая устойчивость… Ну, также для этой ленты характерна высокая устойчивость забивания Из-за широкого регуляционного канала… Тут на картинке, вы видите, получается, несколько входов для воды… Что позволяет, как бы, не будет забиваться… Потом идет, как бы, сам канал из виристой формы… С трубулентным потоком… Что позволяет воде уменьшать скорость потока… И сам щелевой эмиттер уже предназначен для водовылева… Лента характерна с нанесением зеленой полосы… То есть, легко узнаваемо… Мягкий тип эмиттера… Что позволяет очень хорошо… При механической укладке ленты… В использовании… В использовании подземной укладки… Для этой ленты… Преимущества этой ленты… По сравнению, как бы, с конкурентами… Наивысший уровень устойчивости к забиванию… Характерный для большинства производителей… Производителей капельных лент… Щелевой эмиттер позволяет подземную укладку этой ленты… И с минимальной возможностью забивания… Частичками грунта… Либо проникновением корней… С минимальным риском проникновения корней в эмиттер… Одна из… Я не знаю, не могу перевести вот это слово… Тенсайл… Одна из лучших… Скажем так… По растягиванию… Одна из… Странс – это усилие… То есть… Либо одна из прочных… Либо одна из… Скажем так… Наверное, изготовлена из хорошего пластика… Который позволяет… Позволяет получать прочную ленту… Как я уже сказал… Эта лента за счет своего мягкого эмиттера… Сделает… Механическую укладку… Механическую укладку… И… Э… 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 Ээээ… Эээээ… Эээээ… Разные модели, все зависит от низкого потока, среднего потока, высокого водовылива. Отличительные особенности этой ленты имеют зеленую полосу, изготовленные из прочного материала, предлагают различные диаметры, для нашей страны характерно больше 16 мм, для некоторых стран это также может быть 22 мм диаметр самой ленты. Разные величины толстяны стенки, от 5 до 15 мм, скорость потока, вернее скорость, не скорость, а величина водовылива может колебаться от 120 литров на метр, до 1350 литров на 100 метров. Ну и ее применение это в основном для овощей, короткостроковой культур, для различных по срокам созревания культур, поверхностное применение, под пластиковой манчой применение, под почвенное применение. Тут на этой табличке не видно, то есть для каждого уровня водовылива характерна своя величина водовылива. Следующая. Так, что у нас здесь? Это получается возможная длина гона для каждой ленты с определенной... То есть в основном, как бы, рекомендации для любой ленты, как бы, рекомендации по вот этой величине гона, это для того, чтобы добиться 90% равномерного полива. То есть равномерного полива, то есть снабжение растений с определенной равномерностью водой, а также, если применение удобрений, то также важно, что все растения будут получать одинаковое количество удобрений. Мы видим, что, например, ну, скажем так, для пятерки с расстоянием 15 сантиметров и водовыливом 10 литров на метр при разном давлении, да, позволяет, ну, как бы, разная длина гона. Все эти характеристики вы также можете прочитать у нас на лифлете, там есть где прикреплены образцы ленты, и с задней стороны там точно так же видно, то есть при разных водовыливах, соответственно, чем меньше водовылив, тем больше длина гона может быть. Следующая сторона. Одна из технических характеристик, это тоже получается, как бы, уровень, скажем так, давления, рабочего давления. Вы видите, в основном это от 0,3 до, скажем так, до 0,7 атмосфер, до 5-6 мил, и для Лен-Д-8 мил от 0,3 до 1,05. Когда мы встречались, в принципе, с представителем компании, Веспеназа Регейшн, он говорит, что сейчас это, скажем так, модная тенденция, когда лента работает при низком давлении. Почему? Потому что в Европе сейчас точно так же, как у нас мы подсчитываем себестоимость, вообще, производства овощей, и для них очень характерно снижение, если это помпа, то снижение потребления дизеля, если это электричество, снижение потребления электричества. И очень важно, когда лента работает, скажем так, при давлении 0,8, 1 атмосфера, это одно потребление, ну, увеличенное потребление электроэнергии, или вообще энергии. И второй момент, когда лента работает при низком давлении, например, 0,3 атмосферы, то это идет снижение потребления электричества, снижение потребления дизеля, то есть в зависимости от этого. И говорит, для Европы сейчас это считается, ну, очень важно, потому что они, они все, подсчитывают любые эти, говорит, особенно для больших хозяйств, которые тратят, не задумываясь, большие колоссальные деньги, то в данном случае, если это большие поля, то лучше иметь ленту, которая работает на низком давлении. Соответственно, меньше потребляется энергии на продавливание воды через канал и эмиттер. Необходимые требования по фильтрации, то есть получается, ну, в основном, как бы, в основном при давлении, вернее, при эмиттерах, водовылив с эмиттера, если меньше 0,65, то желательно применять фильтры с 80 микрон, либо 200 ячеек на квадратный сантиметр, 200 мэш. При водовыливе с лентой больше 1,2, то есть стандартно, как бы, у нас применяются фильтра, это 130 микрон размер ячейки, либо получается 120 ячеек на квадратный сантиметр. То есть фильтра. Следующий слайд. Ну, применение на различных культурах, вы видите выращивание салата, клубники, картофель, в теплицах, подземная оплатка под полевые культуры, кукуруза, что там, то лук или лук, да. Следующий слайд. Ну, это, наверное, общеизвестные вещи, то есть, в принципе, пятерка лента с толщиной стенки пятерка предназначена для короткостроковых культур, и в почвах, которые содержат малое количество, скажем так, каких-то хамгей или там, тертая структура почвы. Шестерка, это, как бы, предназначена для либо двойной культуры, либо культур, где, либо почв, где есть какие-то там каменистости или глинистые почвы, которые имеют острые края. И восьмерка, это, в основном, как бы, минимально обрабатываемая почва, в основном, это у нас для теплицы, либо где есть возможность повреждениями насекомыми, ну, я знаю, что восьмерку, как бы, проволочник тоже прокусывают. Обычно используется на перцах, томатах, дынях и других овощных бутылок. Спасибо за внимание. В принципе, если есть какие-то более детальные характеристики, ну, то есть, основное, это то, что, в принципе, как бы, качество материала, качество, вот, канала и эмиттера, что позволяет ее использовать без всяких нареканий на ее работу. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.